Леонид Златоустов, толкование на послании к евреям. Будем приступать к Богу с дерзновением, чтобы получить милость, которой мы желаем. А это желаемое нами есть именно Его милость и царский дар. И благодать обрящим для благовременной помощи. Хорошо сказал для благовременной помощи. Если, говорит, приступишь теперь, то получишь и благодать, и милость, потому что приступишь благовременно. А если приступишь тогда, то уже не получишь, потому что тогда приступать будет неблаговременно. Тогда престол Его уже не будет престолом благодати. Престол благодати существует до Толи, пока сидит на нем царь, подающий благодать А когда наступит кончина, когда он встанет на суд, потому что сказано Воскресни, Боже, судить землю Можно здесь сказать и нечто другое Да приступаем, говорит, с дерзновением, то есть не имея на совесть ничего худого Не придавая сомнению, потому что таковой сомневающийся не может приступать с дерзновением Поэтому и в другом месте сказано Во время благоприятное я услышал тебя и в день спасения помог тебе И теперь, получаемое согрешающими после купели, прощение через покаяние есть дело благодати А чтобы ты, услышав, что он, первосвященник, не подумал, будто он стоит пред Богом Апостол здесь же представляет его сидящим на престоле Между тем, священник не сидит, но стоит Видишь ли, что первосвященство его есть следствие не существа его, а благодати, снисхождение и уничижение Это благовременно сказать теперь и нам Будем приступать и просить с дерзновением Принесем только веру, и он подаст нам все Теперь время дара Никто не отчаивайся Время отчаяния тогда настанет Когда чертог заключится Когда царь войдет Видеть возлежащих Когда лона патриарха вместит тех, которые будут того достойны А теперь еще нет Потому что подвиги еще не кончились Борьба еще продолжается Награда еще предстоит Поспешим же И Павел говорит Я бегу так, чтобы было не без пользы Нужно бежать и неослабно бежать Бегущий не смотрит ни на что Встречает ли он луга или места бесплодные Бегущий обращает внимание не на зрителей, а на награду Богаты ли они или бедны Смеется ли кто или хвалит А носит ли, бросает ли камни Расхищает ли дом его Увидит ли он детей или жену Или что бы то ни было Он никогда не обращается назад Но заботится только об одном Бежать и получить награду Бегущий не останавливается нигде Потому что если покажет хотя малое нерадение То потеряет все Бегущий не только не ослабевает пред концом бега Но тогда и старается бежать с особенной силою Это я сказал против тех, которые говорят В юности мы подвязались, в юности мы постились А теперь состарились Теперь-то особенное нужно усилить благочестие Не исчисляй мне своих старых подвигов Но теперь особенно и будь юным и цветущим Кто занимается телесными подвигами То действительно, дожив до седины Уже не может бежать по-прежнему Потому что весь подвиг его был телесный Но ты почему уменьшаешь подвиги? Здесь нужна душа Бодрая душа А душа в старости укрепляется Тогда она более цветет Тогда более возвышается Как тело, когда бывает одержимо горячкой И другими болезнями Хотя бы оно и было крепко изнуряется А когда освободится от этой напасти То опять приобретает свою силу Так и душа В юности бывает одержимо горячкой Ею тогда особенно обладает любовь к славе К пресыщению К сладострастным наслаждениям И многим другим обольщениям Когда же наступает для нее старость Когда все эти страсти отгоняются Одни временем Другие любомудрием Старость, ослабляя силы тела Препятствует и душе старцев Предаваться страстям Хотя бы она и желала Но укращая их Как каких-нибудь врагов Поставляет ее на месте Свободном от волнений Производит в ней великую тишину И внушает великий страх Так как если никто другой То старцы знают Что они умрут И всячески стоят близко к смерти Таким образом Когда с одной стороны возникают Мирские пожелания А с другой Является ожидание судилища Укращающая непокорность души То она делается более внимательную Если захочет Но не видим ли мы Скажешь ты Стариков Которые хуже юношей Ты указываешь мне на крайнюю порочность Ведь и бесноватых мы видим Как они сами Не по неведению Не по неведению Не по неопытности Не по молодому возрасту А по нерадению Мне моего не помяни Говорит это как человек Живущий в старости Правильно Есть дела В которых юноша Осуждается более старца Этот имеет нужду В большем о себе попечении Потому что старость Ослабляет силы его А тот имея силы Если захочет Удовлетворять своим потребностям Может ли получить прощение Когда он не хочет этого Когда похищает Более старца Злопавествует Презирает других Не заботится о них Более старца Говорит многое безвременно Обижает Злословит Упивается Если он думает Что не может быть осуждаем За нарушение целомудрия То и здесь Смотри Как много имеет он средств К его сохранению Если захочет Хотя похоть в нем Возбуждается сильнее Нежели в старце Но есть многое такое Что он может исполнять Легче старца И укращать этого зверя Что же это такое Труды Чтения Сеночные бдения Посты Но скажите Для чего ты говоришь нам Это нам Не монахам Мне вы говорите это Скажите лучше Павлу Который говорит Бодрствовать Во всяком терпении И молитве Который говорит Не угождайте плоти Своей А он писал Это не монахам Только Но всем живущим Городах Мирянин Не должен Ничем отличаться От монаха Кроме одного Только Сожительства С женою На это Он имеет Позволение А на все Прочее Нет Но во всем Должен поступать Одинаково С монахом И блаженство Христово Изречены Не монахам Только Иначе Все погибло бы Во вселенной И мы могли бы Укорять Бога В жестокости Если блаженство Сказано только Для них Монахов И мирянину Достигнуть Их невозможно А между тем Бог дозволил Брак То он сам Погубил всех Если в брачной жизни Невозможно Исполнять Свойственное Монахам То все Исказилось И погибло Круг добродетелей Стал тесен Как будет Честна Женитьба Если она Служит нам Таким препятствием Добродетели Что же Следует сказать Возможно Очень Возможно И имеющим Жен Быть Добродетельными Если пожелаем Каким образом Если они Имея жен Будут Как Не имеющие Если не будут Радоваться Стижанием Если будут Пользоваться Миром Как Не пользующиеся Если же Некоторые Находили в браке Препятствия К добродетели То пусть Они знают Что не брак Служит препятствием А воля Злоупотребляющая Браком Подобно Как не вино Производит пьянство Но злая воля И неумеренное Его употребление Пользуйся Браком Умеренно И ты будешь Первым Царством Небесным И удостоишься Всех благ Которых Досподобимся Все мы Благодатью Человеколюбим Господа Нашего Иисуса Христа С Которым Отцу Со Святым Духом Слава Держава Честь Ныне И пресная На веки Веков Аминь Боже Мил Слава